Может ли знание даже одной молитвы помочь в дальнейшем обрести истинную веру? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все, что напоминает о нездешнем, это уже шаг в небо. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Когда и как я обратилась ко Христу, точное место и время я не могу сказать. Но с детства даже можно сказать. С самого зачатия, казалось, Бог ввел и сохранял меня. Я росла скромным, тихим, очень обидчивым ребенком. Я была вторым ребенком в моей семье. Отец был против второго ребенка, но врачи убедили мать оставить ребенка. Родители меня не баловали, наказывали достаточно часто то за разбитую чашку, то за непослушание. Не могу сказать, что они занимались моим воспитанием. Я сама до всего доходила, сама училась, в общем, была самостоятельной. Семь лет отец взял меня на рыбалку на овке, и я не помню, как я оказалась в воде. Плавать не умела. Я чуть не утонула, отец спас меня. Плачь 3.22. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Бог силен сохранить, ведь все наши, ведь все дни нашей жизни у него заранее уже записаны. Еще у нас была Библия в доме, подаренная баптистами, и мы с отцом читали ее. Я ничего не понимала, но первую главу бытия, несколько первых стихов, знала наизусть. Мне они очень нравились, я читала их довольно часто. Рассказать хочу случай, когда я стала каждый вечер перед сном читать отче наш. Не помню, где я взяла эту молитву, но эта молитва, я знаю, помогла мне в дальнейших моих испытаниях, пока я не услышала истину. Не осознала, не нашла то место, ту общину, без которой я уже не могу обойтись. Мне было 10 лет, когда мы ночевали у дальних родственников. В их семье только что умер отец, и девочка моих же лет читала перед сном молитву «Отче наш». Это меня так взволновало, так тронуло мое сердце, так душа моя вострепетала, что после этого я стала каждый день ее читать. И я думаю, что именно эта молитва избавила меня от боли и страшного пути. Именно эти два основных момента стали основой для дальнейшего искания и испытания. Меня бросало то к кишнаитам, то к баптистам, то к иеговистам. Но я знала, что это не истина. Может быть, моя жизнь не прошла бы так, но туда, то туда, то сюда. Но Бог направил Виктора Петеримова ко мне навстречу. Всего несколько моих слов перевернуло ли мою жизнь. На работе, где мы первый раз встретились, был небольшой конфликт. И в тот момент, я не знаю почему, ответила «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это были не мои слова, тем более они поразили Виктора, который эти слова знал наизусть. Остается только вас благодарить Бога за такую милость, за обращение, за призыв. Виктор очень терпеливо рассказывал мне о том, что есть другая жизнь. Полное счастье со Христом. Я бывала у них дома, были беседы с его мамой. Когда первый раз попала на богослужение, я не обращала ни на кого внимания. Я стояла и сокрушилась только о своих грехах. Не могла удержать слез за все сделанное. А потом был день моего второго рождения, рождение свыше, крещение. Господи, это такой день в моей жизни, когда душа стремится соединиться со Христом, когда ты облекаешься силой свыше, когда все сокрытое в Библии открывается, и ты начинаешь понимать такие вещи, которые до крещения я абсолютно не понимал. Римлянам 6.4. Итак, мы погреблись с ним в крещении смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Как же может быть жизнь круто повернуться на 180 градусов? Нужно только резко отстать от старого прошлого, от друзей, которым ты засвидетельствовала, и которые только покрутили тебе в ответ пальцем у виска. Соседи, родственники думают, что меня затянули неизвестно куда. Но мы не стоим на месте, мы движемся вперед, изучаем, читаем, проповедуем на работе, где столько молодых людей, которые не знают абсолютно ничего о том, что есть Бог, который так нас любит, что дал сына своего единородного, да во всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Постоянно приходится рассказывать на работе, как говорит о том или ином поступке Библии, увещевать, объяснять. Живя в семье Петеримовых, очень многое поняла, что не все так гладко может быть в семье в вопросах веры, как думалось на первый взгляд, что могут братья восставать друг на друга, и как мне жаль души этих молодых братьев, которые заблуждаются, не зная Писания, не силы Божьей, Матфея 22-29. Слава Богу, что даровал мне таких родителей по мужу, которые подают мне большой пример жизненный, я многое здесь подчеркнула для себя. И как жаль души родителей, которые не хотят жить по Евангелию. Душа очень скорбит за всех, которые ищут себе таких проповедников, каких сами желают, и тут пространным путем. Об объединении с московской патриархией все идет так, как должно быть, как написано. Верующие молятся об этом, и все возможно верующему. Марка 9-23. И я согласна полностью с Игнатием Тихоновичем, что это вавилонский плен. Еще нам будет дана возможность проповедовать открыто, ведь там все искорежено. Там открываются двери. Нам открываются двери. Верокоринстам 9-20. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Лука 6-16. Законы пророки Деяна. Всего времени Царство, где Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Надо спешить, бежать, успевать проповедовать, потому что уже близко при дверях. 1 Коринфянам 9-24. Не знаете ли вы, что бегущие на реставище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Господи, укрепи веру, утверди церковь, сохрани избранное Твое стадо. Пасторам продли жизнь, потому что они нас любят и кормят твердую пищу. Дай им мудрости. Детям нашим встречи со Христом, больным духовного выздоровления, мужьям быть добрым, советам, женам и матерям терпения и кротости. Тем, кто ищет найти и обрести, тем, кто любит еще больше любви во Христе, истусь к женихам и невестам доброго и узкого пути, кто готовится ко встрече со Христом, дай добрый ответ предсудилищем Христом, и чтобы имена наши были записаны в книге жизни. Помоги всем нам, Господи, дойти до желаемого Царства Твоего. Аминь. Петеримова Лариса Ильинична. Лукинам. 63-19-48. Номер телефона. Сирахов 6-26. Есть у тебя дочери. Имей попечение, отели их, и не показывай им веселого лица Твоего. Следующее свидетельство. Я родилась в семье верующих родителей. Мама крестила меня в детстве. Она ходила в православную церковь, а папа в дом молитвы Ехабен. Так как не хотелось огорчать ни одного из родителей, я посещала и дом молитвы, и православный храм. Уроки веры я получала от родителей, крестных родителей, бабушки, дедушки. Еще находясь в черепе матери, я посещала различные христианские общения. В детстве я была в лагере Стани почти каждое лето, где также получила много полезного для души и тела. Мне всегда нравилось общаться с близкими по духу братьями и сестрами, где тебя всегда поддержат, в трудную минуту дадут совет. Когда община была зарегистрирована, то я автоматически, если можно так сказать, стала ее членом. Янчук, Петеримова, Людмила Анатольевна. Номер телефона 6319-48.